Привет, друзья и подруги! Вы на канале Что Посмотреть, и с вами, как всегда, я ваш проводник Мир Искусства Кино, гражданин режиссер. Разбор седьмой серии Сёгуна, лучшего сериала на данный момент, который идет достойнейшего сериала. Итак, Таранага каждый раз выбирается из безвыходной ситуации, каждый раз находится выход, и Джон, это тот самый Джокер, который попал в его колоду, помогает ему чудесным образом выбраться оттуда. Мы, как зрители, да, все время попадаемся в эту ловушку, и ты, честно говоря, так выстроил его портрет до конца, не понимаешь, наверное. Таранага, он кто? Он все-таки такой благородный, да, но не глупый человек, либо прям очень хитрый, продуманный тип, который выстроил всю свою политику именно на вот в этом пытаться мягко стелить, все время пытаться притворяться, но на самом деле везде ведет шахматную партию. О чем я говорю? Про что я говорю? Ну вот это начиная еще, когда прошлый правитель умирал и говорил ему, ты будешь править, и он такой, нет, нет. Но потом вскрывает, что он понимает, что если его оставят главным, да, то все против него восстанут и его просто убьют. И каждый раз ты не понимаешь, вот здесь Марика, мужа отправляет он жить к Джону, зачем? Уже здесь тоже опять подковерная игра, чтобы стравить их обоих. Для чего? Ты каждый раз до конца не понимаешь, Марику он отправил вот в бордель вместе с Джоном. Зачем? Опять же, действительно, как он говорит, чтобы она подслушала, или же для чего-то другого, или же он рассматривал вариант того, что Джон может переспать с Марикой, и это ему на руку будет, чтобы сблизить их, или еще что-то. То есть каждый раз мне нравится здесь, как выстроено, каждый зритель для себя останется с мнением, что Ну не везде прямо он ловушки эти готовит. Да, ловушки есть его, но не прямо в каждом шагу он настолько прямо хладнокровно расчетлив. А кто-то увидит, что в каждом шагу он хладнокровно расчетлив. Каждый его шаг выверенный, продуманный шаг. И вот я еще раз говорю, сам актер Хироуки Санада, в нем есть вот это, знаете, благородство в виде, он не похож на такого негодяя, не похож на вот именно, знаете, такого отрицательного персонажа, который играет положительного благодетеля. Помните, там, ангелы и демоны в экранизации, да? Главный антагонист весь фильм, да, пытается быть таким блаженным добрячком, но на самом деле выстраивает свою партию. Вот здесь все-таки благородство есть. И я попытаюсь в финале, вот вы подумайте, этой серии сказать свое мнение, если, конечно, не забуду до протяжения разбора об этом, что я думаю о нем. Он вот прямо хладнокровный игрок, который везде выстраивает ловушку, и все эти люди просто пешки в его игре, или же нет, или что-то большее. И начинается все с флеша, где нам показывают его детство, где нам показывают, что он уже в малом возрасте оказывается, вот победил битву и должен был отрубить голову. И чем мне нравится этот сериал? Что когда черный экран, ты как зритель думаешь, по крайней мере, я думал, ну конечно, с одного удара, так ты и отрубишь голову, так и отрубит ребенок. И вот это тот сериал, который не слабый, не какой-то нетфликсовский проект, который, да, реально бы показал, как отрубают голову, который возьмет тебя и по носу вот такой, бьет тебя. Нет, парень, ты думал об этом? Действительно, не могло быть такого, потому что в диалоге с тем самым близким ему человеком оказывается, что действительно маленький ребенок не мог отрубить эту голову, что он там бил ее, бил и бил и бил и бил восемь раз, пока не удалось ему отрубить эту голову. И я думаю, это сильно запечатлилось в памяти Таранаги, этот ужасный момент, от которого не отвертеться, ты вынужден выполнять был это. Вот, этот сериал этим и прекрасен. Короче говоря, напомню вам, у Таранаги есть свой план, невероятный план нападения на своих врагов, но у него нет армии. Только что было землетрясение, сами знаете, Япония, сейсмическая зона всегда была. И единственная сейчас его надежда брат, ну как мы узнаем, брат, которому он давно не в контакте. И вот приходит тот самый брат с армии, и мы понимаем, что сейчас, да, Таранага начнет его обхаживать, да. Сейчас действительно сразу же брат, как политик, задает вопрос, а что мне будет за это, да. Что ты мне предложишь? Но Таранага сначала говорит, сначала посидим, покушаем, попьем, туда-сюда, а потом поговорим о делах. И брат вроде как согласен. И вот начинается все это, начинается весь этот задел, и потихонечку брат напивается. И в процессе этого всего кажется, что опьянев, он начинает говорить лишнее, оскорбляя Таранагу. Но, оказывается, нет. Оказывается, брат уже принял предложение от совета. Место в совете он получает, потому что, напомню, Исида, тот, кто и выступает антагонистом Таранаги, да, он уже с давления матери будущего правителя, которая надавила и дала ему вот этих нехватающих волевых факторов, да, убил того, кто мешал ему в совете, и вот место еще освободилось. Свободная ячейка еще одна. И вот предложили ему вместо совете. А как мы понимаем, оказывается, Таранага с братаном, тем более младшим братаном, не было у них никаких вот этих невероятных связей душевных. Более того, видно, что младший брат завидовал старшему. Есть детские боли, те воспоминания, где он уколол Таранагу по поводу, как к нему там относились и как на самом деле было. И есть это рассуждение действительно брата о том контрасте, как в былинах, в историях, вот в этих мифах выступает некая доблестная фигура, да. Есть эта красивая история, а на деле все было, конечно, иначе, да. Как и у Таранаги, да, на деле 8 раз он бил эту голову, а в былине маленький мальчик там, восьми или скольки-то лет, да, наносит один удар и сокрушает голову эту, да, с плеч упала голова. Вот как звучат легенды. Ну, мы знаем в нашей истории тоже эти былины прекрасные, доблестные, как прекрасный князь благородно, доблестно вышел против мерзкого, отвратительного супостата, и как это все достоинно. Да, понятно, что везде это все преувеличено, преукрашено, что на деле. Все было немножко иначе. Вот об этом и рассуждает брат его. Но здесь есть взаимное, очевидное... Во-первых, взаимной связи нет братьев. Они не общались все эти годы. И Таранага бы о нем, скорее всего, не вспомнил. Уже хотя бы поэтому, наверное, у него есть эта обидка. Но есть и ряд личных обидок к брату. Короче говоря, договорился он с врагами брата. Честь забыта. Он считает, что он поступает вполне себе честно. И я еще раз говорю, мы должны понимать, что история братьев, вот это вообще в средневековое и в Европе везде, есть эта тема, когда вот одного брата, другой не видит, начинает, да, вот превосходствуясь его родители, и его восхищались именно этим. Второй обычно потом мстит. Второй обычно потом наносит удар. Второй обычно потом запоминает все это. И даже в этих историях, которые вы видите, в нашей Дом Дракона, Игра Престола, Дом Дракона, тоже та же самая история со Стронгом. Да, та же история. Брат, который с изъянами, его не уважают, да, его избегали, его стыдились. Ну, он ответил отцу и брату за это. Вот здесь подобная история. И вот вроде как судьба Таранаги предрешена. И все ждут этого момента. И опять, что мне здесь нравится? Для меня это плюс. Для кого-то из вас, может, это минус, напрасно ошибетесь. Значит, либо дурной вкус, либо еще не понимаете кино как искусство и не оцениваете таких вещей. О чем я говорю? Медленное повествование в этой серии. Кто-то скажет, блин, скукотища, нет экшена, провисание. Нет, здесь не провисание. Здесь именно осознанное, необходимое, вот это, понимаете, пауза перед бурей. Вот этот момент медитативный, когда должны произойти некие события, вот эти, важные. Они не требуют пока что экшена. Они не требуют вот этого ускорения. По вас точно спокойное, медленное повествование. Как я сразу сказал, 10 серий. Сериал никуда не спешит. Он свою историю спокойно будет рассказывать. Поэтому он себе с барского плеча может позволить вот такие серии. И мне это в плюс. Больше скажу. Я, например, смотрю его на английском всегда. И мне дико это нравится, что в той версии, которую я, ну, оригинальную смотрю, там нет перевода вот всех японских диалогов. И вот в этой серии, учитывая, что Джона здесь почти не было, практически всю серию я смотрел вот этот титр внизу английский, да, и разговоры на японском. И это прекрасно. Это не минус. Это не отпугивает зрителя. Ну, меня, например. А наоборот, ты погружаешься, ты попадаешь в шкуру Джона. Ты понимаешь, что такое быть пришельцем вот в этом другом мире, в этой другой культуре. И это кайфово, и это работает наоборот. И мне нравится, что авторы шоураннеры этого проекта не боялись вот идти по пути вот этого сегодняшнего идиотского упрощения, считая человека какой-то обезьяной, понимаете, дебилом, которому надо все разжевать. Ну, не, никак нельзя. Пусть все говорят обязательно, пусть все объясняются. Все разжевать, все положить в рот. Нет. Человек до всего может дойти. Более того, здесь это работает как ружье. Я еще раз говорю. Ты ощущаешь себя как пришелец. Да, многие, наверное, из вас смотрят в русской озвучке и там, скорее всего, озвучивают и эту часть. Но, если есть такая возможность, смотрите, в той версии, где вот это идет титром, с японской версией. Здорово. Эффект, эффект максимально полного погружения. Ты ощущаешь себя тем самым пришельцем, как Джон, в этом мире. И это здорово. И пытаешься вникнуть в то, что они говорят. Особый вайп, уникальное ощущение, особый непередаваемый стиль. На этом я хотел остановить свое внимание, потому что для меня это важно. И для меня это огромный плюс этого сериала, который его сразу приподнимает из вот таких массовых ширпотребных проектов, как любят сейчас штамповать Netflix. Вот. И значит, начинается задел. И ты уже здесь гадаешь, что делает Таранага. Он смирится и идет на забой, потому что он говорит, я согласен, и все в шоке вокруг. Или что-то здесь другое. Но подсказка, вроде подсказка, идет от той. Самая местная мамка, которая держит местное здесь бордель. Ну здесь, ну что вы. Это же, ну, не проститутки. Они же, вы понимаете, это совсем другой уровень. Она философ. Она говорит с тобой, она должна прочувствовать. И доля правды в этом есть. Она философ. Мы видим здесь, что не гейша. Она должна прочесть не только твои мысли по поводу каких-то жизненных политических позиций. Нет. Она должна прочесть твои тайные сексуальные фантазии, скрытые. И именно это предоставит тебе. В этом плане, да. Ну, я бы сказал, такая прошаренная. Если попроще, не так изысканно говорить, как они это преподносят. Да, если честнее сказать, да, что это такая прокачанная проститутка просто 90-го левела. Вот и все. Но тем не менее проститутка. И вот здесь мамка местная, опытная. И вот она эту говорит фразу. Что все-то типа, да, думают, что ты в ловушке. А нам же с самого начала Таранага показал эту историю. Его главный механизм всю жизнь. Какой? Сделать ощущение, что тебя держат на привязи. Что ты в ловушке. А на самом деле это твоя ловушка. И тот, кто думает, что он охотник, он жертва. И сейчас он погибнет. И она говорит ему это все. Что ты же сейчас все это, понимая, зная, ты специально это все сделал. Ты специально их притянул сюда. Но мы пока до конца не понимаем, а для чего? Как он хочет вырулить эту ситуацию? Ты осознанно все эти механизмы выстроил. И он как бы удивляясь, не понимая, о чем она говорит. И она искусно выходит из этой ситуации. Говорит, ну да, да. Что я говорю? Я старая шлюха. Но понимаете, да? Таранага на самом деле все уже ходы рассчитал. Он знаете, как Холмса, когда Гайя Ричи нам показывает, который варианты в голове рассматривает. Так, если так ударю, нет, не получится. Так, если так сделать, тоже не получится. Так, если, а вот так, вот так, вот это MCU вселенная и все варианты смотрит, какой нормальный финал будет? Вот здесь то же самое. Та же история происходит с Таранагой, да? Походу, он же смог рассмотреть все варианты так. В совет пойти убьют. Он же, скорее всего, это оценил. Так, кто-то сделает так. То есть, он рассмотрел все варианты и, наверное, нашел тот единственный, который может получиться. И проститутка вот эта местная нам подсказывает, что именно так обстоит дело. Что это великая шахматная партия. Ну, а муж Марики уже сходит с ума, чувствует себя. Куколдом последним здесь. Да, конечно, она сходит с Джоном, они заигрывают. Они в борделе вместе, черт побери, были. Уже там слухи скоро будут расходиться. И, кстати говоря, этот племянник Касиги, который был в этой деревне, который вначале помочился на Джона, теперь Джон просто мочится на него постоянно. Он себя чувствует полным тоже куколдом, уже без жены, постоянно неудачником. Армию у него отобрали с пушками. Теперь у него его проститутку отобрали. Каждый с ней спит, кроме него. Она как бы его постоянная любовница была. То есть, он себя чувствует просто в униженном положении. Абсолютно. А муж Марики, да, уже не выдерживает. И вот просит у Таранаги, да, хочу убить негодяя. Он говорит, у тебя есть факты. Если хочешь убить, и жену заодно может. Жену убьешь? Нет, извините, ушел. И вот в этом состоянии я... Вот вы скажите, здесь какая-то есть игра у Таранаги. Действительно, есть ли у него здесь игра? То есть, он и здесь что-то хочет добиться в этой ситуации. Он хочет, чтобы дошел до некого пикового состояния. И погиб этот человек просто как ненужный элемент в этой партии, мешающий его плану. Так вы думаете? Как вы считаете, что делает здесь он? И неожиданно потом Таранага кричит на Марику. Ты на кого работаешь? Мне ты верна или этому пришельцу. И хочется развести руками. Сука, ты сам ее отправил в этот бордель. Она не хотела. Ты сам заставляешь ее все это делать. И вдруг разыгрываешь. Ну, здесь тоже какая-то его партия. Какой-то его интерес. А параллельно, я еще раз говорю, в этой серии неспешно заводились множество механизмов. Кажется, для кого-то может. Вот поэтому я говорю, что серия без действий. А в действий куча происходит. Разных, на разных уровнях. Ну, и, конечно, действия с его сыном. Я сразу сказал, сын, конечно, не ровнее отцу Таранаги. Абсолютно отсутствие стратегического мышления. Совершенное. И вот это желание юнца, который хочет проявить себя в классических сюжетах, да и в жизни, мы знаем. Вот такие юнцы, которые амбициозные, хотят проявить себя, к сожалению, трагически погибают, потому что не готовы к действию, которые совершают, чтобы что-то доказать. Чтобы превозмочь себя. И вот здесь, вот одержимый этими мыслями, мальчик совершит это. Попытается убить вот этого своего дядю, чтобы спасти отца. И пытаясь, ну, печальная смерть. Печальная. Подскользнулся и разбился и умер. И дядя ему говорит, ты считал вот это, да, вот это оно, как ты размышлял, что лучше быть женщиной или первое вот это убийство. Вот видишь, что говорит дядя ему. И ты уже здесь видишь, вот это нелепо погиб. И ты понимаешь, что здесь работают механизмы, которые тебе не скажут, а они здесь были, ружья. О чем я говорю? Таранага, когда был юный, да, позорно там отрубает голову, бедный там мучается, погибает этот, а он ему рубит ее, рубит, не может отрубить. Ведь в следующих повествованиях расскажут о доблестной гибели сына Таранаги, конечно же. Там же не будет, что он нелепо подскользнулся и вот так погиб парень. Нет, конечно, будет красивая, доблестная история. Невероятно описывать это все будут будущие японские летописцы. Вот что там происходило в этой истории. И вот это ружье, оно как бы невидимое присутствует здесь. Ты должен сам соединить эти два плюс два. Вот этот момент здесь рассказывается. Конечно же, еще одна вещь видна. Когда ветер меняется, это Исида. Напомню, Исида, да, тот человек, который пытается усидеть на двух стульях между... Ой, Исида, Касиги, Касиги, который пытается работать и на Исиду в Совете, и на Таранагу. Касиги классный, яркий, прикольный персонаж такой, да? И вот этот момент, знаете, когда ветер начал дуть. К чему я говорю? Когда вот Таранага говорит, я уйду в Совет, понятно, что его убьют, если он уйдет в Совет. То есть, вот казалось бы, через денек, ну когда он фактически, де-факто уйдет, все, Таранаги как такового нет. И вот как только ветер начал меняться, заметьте, как изменяется отношение Касиги. Я пытаюсь объяснить, почему, может, многие не поняли, когда там на берегу стоит Джон, и Касиги вдруг подбегает к нему и такой, давай, поднимай меч. И начинает с ним тренироваться, унижает его, да, бросает этот меч. Смотри, как его, говорит, ты даже не можешь им обращаться, да? Практически издевается над ним. Казалось бы, два дня назад еще человека столь приближенного, которому восхищает Таранага, в жизни бы такой хитрый человек, как Касиги, этого бы не сделал. Не делал бы такую историю сомнительную, не участвовал бы в ней вообще. Сегодня, зная, что его господин завтра может уже здесь не будет, понимаете, его власть вот на волоске, он себе это позволяет. Но заметьте, все равно с трезвым умом. Он позволил себе достаточно, сколько можно, вот в моменте, когда, знаете, карта должна перевернуться, но еще не перевернулась. Но не более того. Поэтому в этот момент, когда Марикин муж прибегает и чуть не убивает Джона, он такой, ты что, с ума сошел, ему говорит Касиги. То есть он понимает, еще нельзя этого варвара прибить здесь и сейчас. Но уже можно вот так с ним поговорить резко. Эй, ты, до этого, понимаете, как он опасался, как он с ним был аккуратен и вежлив. А сейчас, когда он видит, что вот власть вот-вот поменяется, тонкие моменты. Здесь это вот так деликатно показано. Если бы сериал был поверхностный, пустой, как я говорю, то не надо было искать ответов здесь. Но так как здесь все выверено, вот вам ответ, если у вас возник вопрос, а почему осмелился Касиги делать это с Джоном. Сравните, как он с ним общался до этого и здесь и сейчас. Ветер начинает меняться. Но он столь хитер, что позволяет достаточно в этой ситуации, но не более. Допуская, что завтра снова выйдет этот человек, блин, сухим из воды. Хотя пока непонятно как. Йоши Таранага. И вот, подводя в финалу эту историю с этой серией. Ну и Джона здесь, конечно, Джона была и были здесь вот эти внутренние страдания, непонимание, что надо спасать Таранагу. Что это такое? Все куколды какие-то. Он прямо ему говорит, вы куколды здесь все. Понимаете, я здесь один нормальный с яйцами мужик. Вот так и будете, да, вести себя. Позорники. А Таранага все ему отказывает. Говорит, не нужен корабль, не нужна помощь. Вот скажите мне, что это такое? Он все это осознавал. А допускал он такие факторы, как самого своего сына. Настолько ли он бесчеловечен, Йоши Таранага, что он допускал, что сын погибнет в этой партии. Да и ладно, все равно не стратег. Как вы считаете? Допускал он это, что все для него пешки действительно. Он настолько хладнокровный, безжалостный на самом деле игрок. Я, исходя из игры самого Хироюки Санады, как я вижу, да, он маску одел. Да, он охотник сам. Да, он рассчитывает их. Да, он выводит на то, что они сами это захотели, а не он. Но в нем есть благородство. То есть не хотел бы он, я как его вижу, исходя из его портрета, не хотел бы. Доблесть там тоже есть, благородство там тоже есть. Он не хладнокровный, безжалостный человек со знаком минус. Да, он игрок. Да, он расчетливый. Да, он пытается сделать так, чтобы другие делали то, что он задумал. Но не настолько, что он бы с радостью пожертвовал своим сыном. Это те факторы, которые он, к сожалению, в своей стратегической игре уже высчитать не может. Допущения, которые могли бы быть. Но мне кажется, что тем не менее, вот это благородство там тоже присутствует. То есть это не хладнокровный негодяй на 100%, понимаете, расчетливый, который думает только о себе. Хотя, может он нас всех обыграл здесь. И может гений актера здесь дает вот этот эффект, что и ты в конце окажешься дураком, что ничего из этого там не было. Так, роскошный сериал, получаю удовольствие, надеюсь, вы тоже. Да, немного людей, но, как всегда, вы знаете, что-то очень хорошее, действительно достойное, оно не всегда гремит. Оно не всегда известно всем или чуть позже становится известно всем. Короче говоря, нам с вами повезло. Пишите комментарии. Ну, а вы были на канале «Что посмотреть?» И с вами был кто? Ваш проводник в этот невероятный мир японский, в мир искусства кино, гражданин режиссер. До скорых встреч. Пока. Не будьте куколдами. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...